Доброе утро! Вы действительно слушаете программу «Прессинг» на Волнах Винам-ФМ в студии Олег Винокуров и Валерий Винокуров. И мы сейчас будем говорить в течение целого часа о теме, которую анонсировали уже и на нашем сайте, и вот совсем недавно, только что несколько минут назад в утренней программе. Тема у нас «Локаут». Что же такое «Локаут»? Обсудим мы это иностранное слово. Многим известное, а кому-то, думаю, нет. С нашим гостем, нашим коллегой Сергеем Федотовым. Доброе утро, Сергей! Доброе! А голос Сергея Федотова вы, конечно, можете слышать решительно везде. И на НТВ+, и на КХЛ-ТВ. В общем, если вы интересуетесь североамериканским спортом, то мимо Сергея Федотова не пройдете никак. И на Виасате, в общем, перечислять можно до бесконечности. Теперь вот инофинам.фм, чему мы все, полагаю, очень рады. Спасибо, Сергей, что пришел. С удовольствием пришел. Потому что без тебя понять вообще трудно что-либо. Ну, все знают, что вот есть некий «Локаут». Благодаря этому все знают, что вот играют НХЛ-овские игроки. Сейчас выступают в клубах КХЛ. Это все прекрасно. Малкин, Овечкин, Ковальчук, Дацук. Мы их всех видим здесь. Ну, это, так сказать, внешняя сторона. Нас же интересует существо дела. Потому что «Локаут» — это такая вещь чисто североамериканская. Она, естественно, не только в хоккее встречается. Да, да. В баскетболе. И в бейсболе там. Да, в общем, везде. Но только в Северной Америке. Вот это какая-то специфическая примета организации североамериканского спортивного бизнеса. То есть самого выдающегося спортивного бизнеса в мире. Правильно? А я чуть-чуть вперед забегу с одним вопросом. Потому что в Северной Америке есть и футбол европейский, сокер, который они называют. И там почему-то этого не бывает. Еще рано. Еще, наверное, не сориентироваться. Сейчас, короче, Сергей нам все это прояснит. Все, вопросы получены. По поводу... Мы уже начали глупости говорить, на твой взгляд. По поводу МЛС. Major League of Soccer. То есть лига профессиональная футбола. Там, на самом деле, финансы не самые большие. И просто нету повода пока устраивать локаут. Естественно, локауты были в четырех главных профессиональных лигах. Бейсбольная лига. NFL. Американский футбол. NHL NBA. Причем, если в бейсбольной лиге последний локаут случился 14 лет назад. И это в данном случае самая успешная лига. То три другие лиги. Две уже пережили. Одна переживает локаут последние 14 месяцев. А американский футбол тоже был локаутом? Конечно. Но они успели там в межсезонье. Это в прошлом году уже было, да? Да, в прошлом году летом. Но там 18 недель, что ли, да? В любом случае сезон стартовал вовремя. Потому что американский футбол и NFL – это самая богатая, самая дорогая спортивная лига вообще в мире. И одни из самых дорогостоящих клубов как раз играют в NFL. Смысл локаута, в принципе, я думаю, уже многим понятен. Особенно те, кто следит за спортом и за хоккеем в частности. Это когда владельцы, ну, как правило, руководство лиги в лице владельцев объявляет, что сезон не начнется, пока не будут урегулированы требования финансового порядка. Как правило, это касается дележки доходов. То есть требования игроков или бываешь? Требования владельцев. Локаут могут объявить только владельцы или организация, то есть непосредственно руководство лиги. Это локаут, потому что если объявляют игроки, это за бастовкой называется. Вот это очень понятно, да. Дорогие друзья, вы, естественно, можете присоединиться к нам, к нашему обсуждению, если вам есть что сказать по этому поводу. Ну, или спросите что-нибудь. Телефон нашего прямого эфира 495, это код Москвы, 651099,6. А еще на сайте finam.fm в разделе, посвященном нашей программе, можно прямо оставить сообщение, которое к нам тут же попадет. В общем, ответим и на ваши вопросы, заданные посредством интернета. Ну, хорошо, вот, значит, прошлый локаут в Национальной хоккейной лиге был 7 лет назад, когда они заключали предыдущее коллективное соглашение. Ну, значит, что, теперь без локаута никак, каждый раз, как только оно завершается, ну, они же какие-то на разные сроки были, да? На разные, да. Вот сейчас последнее на 7. Ну, вот, каждый раз, как оно завершается, быть локаутом, что ли, так? Соглашение с профсоюзом игроков. Да, с профсоюзом игроков. Вот это, в это соглашение, просто для того, чтобы понять, почему оно так долго действует, входят зарплаты прежде всего, да, или что? В первую очередь входит не зарплаты, входит процент деления доходов. А зарплаты могут изменяться. И, начиная с первого сезона после локаутного 2004-2005 годов, потолок зарплат, и, соответственно, сами зарплаты игроков существенно увеличились. И, получается, достаточно странная ситуация. В принципе, правила, которые были обговорены сторонами 7 лет назад, они устраивали, по большому счету, всех. Но была группа владельцев команд, которые не получали серьезной прибыли, а некоторые даже терпели небольшие, но все-таки убытки. А учитывая, что это спортивный бизнес, убыток в Северной Америке относительно спортивного бизнеса, он вообще не может рассматриваться как бизнесом, естественно, ряд владельцев были недовольны. И именно эта группа владельцев очень серьезно пролоббировала этот локаут. Тут надо понимать, что это все разные люди. И люди с разным достатком. Среди владельцев, ну, если говорить не только про НХЛ, а про спортивный бизнес, есть люди-миллиардеры, для которых спортивный бизнес – это добавление такая маленькая опция, добавление собственной значимости. Типа хобби. Ну, можно сказать, даже где-то хобби, но дело в том, что владельцы любой спортивной команды из любой четырех спортивных ведущих северно-американских лиг, будучи владельцами, они добавляют своей популярности. Это очень часто помогает в ведении основного бизнеса. То есть, ну, вот есть человек, который, предположим, у него там корпорация, занимается он связью, да, коммуникацией. Или, предположим, там угольный бизнес. Ну, его знают, естественно, там в Америке, в каких-то деловых кругах. Но если он вдруг становится владельцем спортивного клуба, естественно, его значимость в глазах, ну, просто, скажем, населения США, она существенно увеличивается. Ну, это объединяет тут, надо сказать, спортивный бизнес во всем мире. Потому что точно так же с этой целью многие покупают клубы английской футбольной премьер-лиги. Да-да, Олег, абсолютно так. Это логично. Это пиар. Самый-самый, что ни на есть пиар. А вот в Америке покупают же не только такие вот, ну, финансовые воротилы, миллиардеры. Предположим, Иван Лендал, теннисист знаменитый, приобрел футбольный клуб. Он же, наверное, не для популярности это сделал, а для того, чтобы бизнес свой как-то укрепить. Вот, продолжаю свою мысль. Среди владельцев и тех же клубов национальной хоккейной лиги есть владельцы, для которых бизнес спортивный, непосредственно владение командой, это действительно серьезные деньги. И для них потери на этом бизнесе являются достаточно серьезными потерями. Вот, предположим, владелец команды национальной хоккейной лиги Нью-Йорк Айлендерс Чарльз Волк с китайскими корнями. Он где-то год назад сказал, что самую большую ошибку я допустил, когда приобрел команду Нью-Йорк Айлендерс. Одна из беднейших сейчас команд, одна из проблемнейших команд. Вот, естественно, ему этот локаут, ну, не то чтобы прям вообще на руку, но он относится к тем владельцам, которые в случае, если бы сезон не состоялся или не состоится, на что шансов уже немного, он бы, наверное, даже был доволен. То есть немного, что не состоится, значит, что состоится, да? Но мы удачно собрались. Дело в том, что сейчас самое горячее время. То, что сейчас происходит в Северной Америке, и сегодня встречи будут продолжаться. Ну, сейчас они спят в Северной Америке, а когда уже будем мы готовиться ко сну, они вновь соберутся. По большому счету, уже третий день подряд, и третьи сутки пылают пожары. Вот там действительно пылают пожары. Сейчас очень серьезные переговоры происходят на уровне, опять же, профсоюза и владельца, ну, в принципе, руководства Национальной хоккейной лиги. Это все по распределению прибыли, да? Или что? Тут вот надо объяснить. Дело в том, что вот во время этого локаута то первое предложение, которое сделала Национальная хоккейная лига в лице комиссара этой лиги, Гэри Бэтмена, оно было, ну, на самом деле, смешным. Смешным с точки зрения распределения доходов. Когда вы владеете, то есть от общего куска прибыли, вы получали 57%, вдруг вам говорят, ну, мы предлагаем немножко по-другому делить. Не 57% вы получите, а 43%. Ну, естественно, это у любого человека вызвало реакцию. Ну, не надо же так наглеть. Естественно, это первое предложение было, ну, даже вот на уровне какого-то бизнеса торгов. То есть первое предложение по максимуму. По максимуму для себя. А потом идет уже договор. А для них по минимуму, естественно. Ну, естественно, для игроков по минимуму. Был второй раунд, который обозначил новые цифры. Деление дохода 50 на 50. И на самом деле это цифра, которая, которые пришли и в американском футболе, в НФЛ, и в национальной баскетбольной ассоциации. Но дальше там идут подводные камни. Дело в том, что вот потолок зарплат, который существует в национальной хоккейной лиге, он был один. И владельцы предлагают его существенно уменьшить. И, естественно, уменьшить проценты дохода для игроков и владельцев. И получается очень странная система. А как вы будете компенсировать это? Ну вот, система сложная. Об этом поговорим уже после новостей. Итак, продолжается программа прессинг. В студии по-прежнему Олег Винокуров. И Валерий Винокуров. А также наш гость, наш коллега, спортивный обозреватель и комментатор Сергей Федотов. Мы говорим о локауте, как о примете североамериканского спортивного бизнеса. Можете, естественно, участвовать в этой беседе с помощью телефона прямого эфира. Код Москвы 495. Собственно, телефон 6510996. Ну и на сайте финам.фм в разделе, посвященном нашей программе, тоже можете задавать вопросы. Вопросы, кстати, поступают, ну, в том числе и не по теме. Мы так, в общем, наверное, в конце. Ну, понимая, что спортивная жизнь безгранична и многих интересует очень многое. Ну, будет время. Мы, конечно, пару-тройку минут, может, уделим и другим спортивным событиям. В овертайме, да? Да, да. Ну, если уж по-хоккейному говорить, то в овертайме. Или по баскетбольному. Да. Ну, так, Сергей, мы, собственно, перед новостями остановились на самом интересном. На начале вот этих переговоров, которые напоминали, ну, просто как торговлю на рынке поначалу, да? Да. Причем с позиции силы выступал, естественно, владельцы в лице Гарри Бэтмена, который первое предложение было, по-русски говоря, наглым. Ну, да. Ну, так же, наверное, всегда они и с позиции силы и должны выступать, правильно, все-таки? Ну, наверное, конечно. Ведь в моих руках. А Бэтмен, Бэтмен, он, к нему сходятся все вот эти владельцы клубов, и он от их имени, да, выступает? Он именно от их имени. Он наемный сотрудник. Да, это комиссионер. Наемный работник владельцами клубов, да? Они его наняли. Да, причем платит ему очень серьезные деньги, порядка 8 миллионов долларов в год. Получает комиссар национальной хоккейной лиги. А от имени игроков тогда кто? Дональд Ферр. Дональд Ферр, который является председателем профсоюза игроков. Именно Дональд Ферр в свое время стал, в какой-то степени, даже организатором последнего локаута в главной бейсбольной лиге. А ему платят игроки, так спрашиваю просто. Ну, получается, да, ему платят игроки. Они его нанимают, но там очень серьезная организация. Ну, это же бизнес. Это же бизнес не работает. Ну, хорошо. Хорошо. Вопросы, естественно, они же назревают и назревают по ходу твоего рассказа. Но давай сейчас двигаться последовательно. Значит, продолжим про вот эту торговлю. Да, второй акт действия произошел где-то в районе середины октября, когда владельцы сказали, окей, у нас есть великолепное к вам предложение 50 на 50. Насколько действует это психологически, да? Уже не покопаешься. Ну, слушайте, 50-50, все по-честному. Но как делить? Первая реакция была, кстати, я честно признаюсь, и на меня поначалу по действию. Ну, молодцы. Вот все-таки, ну, молодцы решили, что действительно пора начинать сезон и 50 на 50. Но тут возникает загвоздка. Заключается она в следующем. Я уже говорил про некий потолок зарплат. То есть каждый клуб, ну, то есть это опять все со стороны лиги, вот перед каждым сезоном лига решает. Примерно прикидывают, какую они получат прибыль, и в зависимости от этого устанавливается потолок и так называемый пол заработной платы. То есть сколько максимум может клуб потратить на игроков и сколько он минимум. Вилка, по-нашему. Да, вилка. Так вот, последний потолок зарплат в сезоне 2011-2012 годов был порядка 68 миллионов долларов. 68 миллионов, которые каждый клуб мог потратить на зарплаты игроков. Это составляло 57% от прибыли. Когда владельцы сказали, хорошо, 50 на 50, но потолок зарплат со следующего сезона, то есть который должен был стартовать 2012-2013 годов, около 60 миллионов долларов. Хорошо, существуют уже действующие контракты. Владельцы, ну, скорее не владельцы, генеральный менеджер клуба Фанхайл подбирали состав к новому сезону. Заключали контракты. Причем этим летом количество серьезных контрактов на длительные сроки и на серьезные деньги, как вот Миннесота Уайлд заключила два серьезных контракта с Утером и Заком Паризе на очень серьезные суммы, говорит о том, что, в принципе, владельцы знали, что будет локаут. И что им за это ничего не будет, за эти контракты. Естественно, как обычно это бывает. Как теперь платить деньги по действующим контрактам, если все выплаченные деньги будут больше 60 миллионов? Значит, надо урезать зарплаты. То есть мы говорим о том, что, вернее, они говорят 50 на 50, но чтобы прийти к этой цифре, придется действующие контракты обязательно урезать. Когда уже народ, я вот сам разобрался в том, что это некий обман, естественно, профсоюз категорически отказался, потому что главное требование Дональда Фера, как руководителя профсоюза, он, кстати, в отличном контакте, в отличие от прошлого локаута, сейчас вот единым монолитом действительно игроки выглядят. Сказал, ребята, а как вы будете решать эту проблему? То есть вот условно, кстати, новый потолок зарплат предполагался около 74 миллионов долларов. Это если бы сохранились те 57 процентов, да? Да, если 57 процентов. То есть он каждый год увеличивается, потолок зарплат. Почему? Да потому что, да естественно, 3,3 миллиарда долларов последние цифры совокупные, да, доход Национальной хоккейной лиги. А если, значит, получается, что они согласились вроде 50 на 50, но 8 миллионов снимают, значит, они возвращаются, как бы, примерно к 43. Ну, это, конечно, условно, смысл-то самое главное в том, что вот, условно говоря, вот эти 8 миллионов, кто их должен компенсировать игрокам? 8 миллионов на 30 человек там в среднем, да? Сколько на контракте у клуба? Ну, в принципе, по-разному. Ну, возьмем, скажем, порядка, вообще, так называемый ростер пересезона, где-то 25 человек. А, 25. Ну, это больше, чем по полмиллиона, если так, человека, да? Нет, меньше, конечно. Чуть меньше. Да, меньше, чем меньше. Чуть меньше, но смысл-то не в том. Вопрос сразу возник, кто будет компенсировать эти потери? Подписанные контракты. Вот третий акт, который происходит сейчас, вот в эти часы, последние два дня, как раз пытаются договориться о той схеме, которая бы позволила доходы делить 50 на 50, но ни в коем случае не трогать подписанные действующие контракты игроков. Вот этот механизм сейчас они отрабатывают. Если совсем не углубляться в детали, то если вот то предложение, назовем его второе предложение, предполагало компенсацию игроками, то есть урезание действующих контрактов, то сейчас лига, которой пришлось отменить зимнюю классику, какой-то матч на открытом воздухе, для тех, кто не знает, который традиционно проходит 1 января, и который зарабатывает очень серьезные деньги. К тому же эта зимняя классика должна была состояться на легендарном Мичиганском стадионе, Мичиганского университета, где должен был быть установлен рекорд посещаемости на хоккее. Это многомиллионные прибыли. Пришлось это действие отменить, и это стало серьезным толчком и для тех же хозяев. Сейчас они отрабатывают схему, чтобы компенсировать вот эти потери общего доходов игроков за счет хозяев. Это было бы справедливо. В течение нескольких лет будет разработана схема, когда вот эта компенсация игрокам с действующими контрактами будет работать, и выйдут они в итоге через 4-5 лет на дележку 50 на 50. А этот Чарльз Булн тогда вообще пропадет, если за счет хозяев? Я, если честно, вот всегда думаю. Вот Чарльз Булн, вот он купил Нью-Йорк Андерс, он постоянно жалуется. Команда действительно с финансовой точки зрения, мягко говоря, не самая лучшая. Ну так ты же покупал, ну тебе никто руки не выкручивал, ты же, ну неусловно там Америка Нефть, которого сказали. Вот надо купить эту команду. Это твой бизнес. Причем столько ошибок сам человек допускал, легендарный генеральный менеджер Милбери подписал какой-то сумасшедший контракт с вратарем. И сейчас он травмирован, и сейчас он далеко не такая звезда. Кто вас заставлял подписывать эти глупые контракты? Вы сами все это делали. А теперь, когда так посмотрели, оглянулись, да, мы тут что-то накуролесили, а вот игроки нам сейчас компенсируют. Так не бывает. Ну как, бывает, но вот там игроки против. Нет, ну вот, ладно, игроки игроками. Вот меня всегда интересовал другой вопрос. Ну хорошо, локаут. Игроки замечательно устроились, поехали там куда-то играть. Но, в принципе, в этом спортивном бизнесе заняты же очень многие люди, помимо игроков, которых, кстати, ну просто количественно, они, может, деньги не такие получают, но количественно их гораздо больше. Безусловно, конечно. Работников клуба, работников стадионов, администраторов, ну всяких людей. А они что, они тоже без зарплаты сидят в этот момент? Да. Но при этом же еще и хозяева теряют. Ну так-то они же получают... То есть вообще не платят какой-то несчастный этот самый сервисмен, где-то там, который коньки точит. Он-то чем виноват, что эти не могут по зарплате договориться? Уж его-то зарплату... Хорошую тему, Олег, ты понял. Потому что действительно количество людей, которые страдают от локаута, которые не зарабатывают деньги, их намного больше, чем игроки и владельцы. Их намного больше. Естественно. Потери идут постоянные. Дело в том, что вот, опять же, нету какого-то единства среди самих владельцев. Я как-то в одной же программе приводил пример. Вот несколько лет назад, ну буквально тут два года назад, команду Buffalo Sabres, достаточно известную, популярную команду, купил один из богатейших людей Америки, Терри Пигула. И вот что интересно он сказал. Я купил команду Buffalo Sabres с одной надеждой, одной мечтой. Я хочу, чтобы эта команда выиграла кубок Стэнли, который никогда не выигрывал. Если мне нужно будет зарабатывать деньги, я буду продавать газ, то, что я и делал раньше. То есть для него это бизнес, вот то, что я и говорил, имиджевая составляющая. Они очень разные владельцы. Есть владельцы, которые внимательнейшим образом следят, как выступает команда. Они где-то принимают участие в руководстве. Они понимают условно спорт, они смотрят, каких хоккеистов покупает генеральный менеджер. Вот он таким относится. И ему этот локаут не нужен, как и любому владельцу канадских команд. Семейство Моулсона, владельца Монреаль Канадиенс. Разве им нужен локаут? В Канаде. Но в Канаде, то есть, поэтому нету единства. А вот Чарльз Вонг, или, например, владелец моей любимой команды, за которую болею с 1984 года, когда она была КВБК Нордик, сейчас Колорадо Эвеландж. Ну, это человек, которому, вот если совсем положа руку на сердце, Колорадо Эвеландж, хоккейный клуб, до фенички. Потому что он уже купил команду NFL, Канзас-Сити. Он вкладывает серьезные деньги в лондонский арсенал футбольный. И лично меня, как страшного фаната Колорадо Эвеландж, он очень меня раздражает. Карикатура была в северо-американском журнале. Дело в том, что сейчас, не то что сейчас, это уже несколько лет назад. Например, в Америке нельзя владельцу клуба NFL владеть другими спортивными франшизами из других лиг. То есть, если ты владелец клуба американского футбола, то другими. Он переоформил на сына. И, в принципе, все равно в его владении не жаловались. Вот если у вас так могли догадаться сделать, да? Да. Никогда не преподобил. И его сыну, ну, то есть, там тоже бывает, это не только у нас происходит. Как бы переписал на сына, и он является владельцем Denver Nuggets клуба национальной баскетбольной социации и Колорадо Эвеландж. А, то есть, баскетбольной и хоккейной там можно, там у них нет таких правил. Нет, нет, это касается только клуба NFL. Ну, естественно, он не тратит деньги. И сейчас очень интересные есть моменты, но об этом чуть-чуть попозже. Да, после новостей. Итак, продолжается программа прессинг на волнах Финам-ФМ. В студии по-прежнему Олег Винокуров. И Валерий Винокуров. А также наш гость, наш коллега, спортивный комментатор, обозреватель, большой знаток североамериканского спорта Сергей Федотов. В этом вы уже, естественно, убедились в том, что он знаток. Ну, а теперь, вероятно, в этом же убедился и Борис Потапович, который решил позвонить нам и лично задать какой-то вопрос. Здравствуйте, Борис Потапович, вы в эфире. Здравствуйте, Олег. Здравствуйте, Валерий. Добрый день. Особенно хочется поприветствовать Сергея. Здравствуйте. Так как давно его не слышал на радио, ибо некоторые радиостанции, не будем на них пальцем показывать, почему-то его игнорируют. Бывает в нашей судьбе такое дело, да. У них локаут. Такая же у нас профессия. Кому-то нравится, кому-то нет. Ну, одну проблему в Америке решили, я думаю, скоро решат и другую, да? Вы имеете в виду с президентом, да? Да, да, конечно. Сегодня как раз решили. Я думаю, решающую роль сыграло то, что Обама призвал все-таки НХЛ договориться. Первый раз в истории Америки действующий президент высказался по поводу локаута. Локаутов-то было немало. Это первый случай в истории Соединенных Штатов Америки. Поэтому за него и проголосовали. Да, все хоккейные болельщики за Обаму, он наш. Он же из штата Иллинойса, Иллинойс достаточно серьезное хоккейное место. Ну, так какой у вас вопрос, Борис Потапович? Ну, понятно, что структура НХЛ терпит значительные убытки. Ну, я думаю, что, кроме зрителей, конечно. Вот. А какая структура скорее и на большие пойдет, так сказать, эти... Уступки? Уступки, да. В смысле, владельцы или игроки, кто... Да, да, да. Кому менее, так сказать, выгоднее. А, ну... Продолжать эту локацию. Это один вопрос. А второй вопрос Сергею. Можно? Да, да, конечно. Сергей, значит, не кажется ли вам, что если все-таки локал продлится, ну, такая вероятность все-таки есть до конца сезона, то мы получим сборную Канады в более полновесном составе на чемпионате мира? Спасибо за вопрос. Ну что, спасибо, да, Борис Потапович, за вопрос, прежде чем Сергей ответит на него, вернее, даже на них, поскольку было два вопроса. Напомню, наш телефон 495, код Москвы, 651099,6 наш телефон. Ну и на сайте Финам.ФМ тоже можно писать нам сообщения. Ну а теперь, Сергей, тебе слово. Ну, совершенно понятно в данном случае, что, естественно, если люди уйдут в окопы и будут друг друга так забрасывать гранатами, то пересидеть легче в этих окопах хозяева. Это люди, у которых большие деньги. В конце концов, если, вот предположим, да, НХЛ будет как лига, Ну, не распущено это, я, наверное, неправильно бы слово подобрал. Ну, в общем, потерпит какой-то финансовый крак, то, естественно, наименьшие какие-то потери будут у владельца, потому что игроки, это те люди, которые играют в хоккей, получают именно за это деньги. Если не будет хоккей, они ничего не будут получать. А владельцы ничего не теряют сейчас, фактически, да? Нет, они что-то теряют, но у них просто, нет, в любом случае теряют. Или просто недополучают, или именно теряют? Ну, если они вообще никому зарплату не платят никаким... Ну, они не получают прибыль. Да. Они не получают прибыль. Не получают, я понимаю. То есть, недополучают. Недополучают, конечно, каждый по-разному, но, опять же, еще раз хочу сказать, что очень разные эти владельцы. Ну, неужели, например, один из совладельцев Питтсбурга, Мария Лемье, хочет, чтобы продолжался локаут? Ни в коем случае. Ну, конечно. Ну, такие хоккейные-то люди, конечно, там же... Безусловно, и таких тоже хватает. Поэтому, еще раз скажу, очень разные условия, очень разные и желания у владельцев клубов НХЛ. Я еще раз скажу, что вот этот Стэн Кронки, так мной ненавидимый владелец Колорадо, Эвеландж, у него последние годы... В чем проблема? Ведь команда, которая второй половине 90-х годов, в начале нынешнего века выиграла два кубка Стэнли, и в Денвере был хоккейный ажиотаж. Но он очень ужимчивый человек, и поэтому на хоккейную команду дает минимальное количество денег. По поводу, если, предположим, локаут продолжится... Ну, вторую часть вопроса, чтобы его не забыть. Прижимистый, ты хотел сказать. Да. Прижимистый. Да, прижимистый. Ужимчивый, я не понял. Прижимистый. Именно прижимистый. По поводу, если вдруг локаут будет продолжаться, и весь сезон будет отменен, я хочу сказать, что вот вспомните прошлый локаут и чемпионат мира 2005-го года, проходил который в Австрии. Та сборная Канады тогда проиграла Чехом в финале. Но ведь игроки, которые выступают за ту же сборную Канады, они 70% вообще практически нигде не играли. Вспоминаю, там был Бродо в составе канадцев. Он не имел игровой практики. Там, по большому счету, вот той сборной Канады, Нэш и Тортон, которые сейчас в швейцарском Давосе играют. Поэтому, например, ради того, чтобы увидеть посильнее сборную Канады на чемпионате мира, лично я, как я никогда это не скрываю, как большой поклонник канадской сборной канадского хоккея, нет, я не хотел. Это не то соревнование, ради которого стоит отменять целый сезон. И вообще, на самом деле, это далеко не самый серьезный вопрос, если вообще можно его рассматривать в контексте более серьезных глобальных. Вот вы посмотрите, что интересно. За последние 14 месяцев получается, что в третьей лиге локаут. И владельцы и клубов НФЛ, и клубов НБА, и сейчас клубов НХЛ, все обращались за консультациями в одну крупнейшую юридическую компанию США. Нельзя рассматривать локаут в НХЛ или вообще локауты, которые случились в последнее время в мощнейших профессиональных лигах спортивных в Северной Америке, как некое событие само в себе. Это передел экономики мировой. Мы же видим, что происходят последние годы с мировой экономикой. И этот кризис, и те тенденции, которые, возможно, изменят вообще нашу планету, нашу цивилизацию, это все тоже такие сигналы. И эта юридическая фирма, насколько я понял по тем намекам, которые звучат в Северной Америке, она советовала и владельцам НФЛ, и владельцам НБА, и сейчас НХЛ этот локаут проводить, чтобы несколько перераспределения доходов произошло. То есть это не то, что какой-то мировой заговор, но я вам хочу сказать, что все эти локауты это не просто так. Наверняка мы многих вещей не знаем, но через какое-то количество лет мы обязательно узнаем, что все эти локауты не только... Я никогда не поверю, что в той же Северной Америке все эти локауты объявлены, что это взбрыг какого-то одного человека. Не бывает так. Там все-таки достаточно серьезные люди и серьезные деньги. Ну, тем более, человека можно уволить в любой момент, он же наемный работник. Безусловно. Если там сейчас Гарри Бэтмен имеется в виду. Ну, тогда вот если так ты ставишь вопрос. Да, конечно. Я тогда его несколько тогда расширю. Предположим, мы имеем английскую футбольную премьер-лигу, где тоже есть богатейшие владельцы и где игроки получают большие деньги. Ну, потому что самый бедный английский игрок все равно получает очень много. Почему? То есть там что? Нет единства. Почему тогда это никак не касается вот таких... Ну, английская лига, она во многих вопросах объединена в отношении там... Ну, не будем сейчас... Распределение телеправл... Потому что такие вещи вообще не регламентируются, как в Северной Америке. Ну, вот мы же говорим только про деньги. Ну, на самом деле, насколько я понимаю, это соглашение регламентирует вообще каждый шаг там. Ну, все вопросы жизнедеятельности всех футбов. Абсолютно прав. Этого нет в европейском футболе и ни в одной лиге этого нет. Но я же не в этом контексте сказал, а в контексте мировой экономики. Тогда же она каким-то образом должна затронуть. Ну, там-то проще все делается в футболе. Это там... Именно потому что там нет такого соглашения. Там же тут же... Ну, я прекрасно знаю, это на примере там, я не знаю, Кончельскиса того же, который, в принципе, чья карьера моего друга Андрея Кончельскиса, чья карьера как раз прошла через этот кризис, там, 98-й год. Там просто отрубили все. И без всяких вопросов никто даже ни с кем не разговаривал и ничего не обсуждал, потому что там нечего обсуждать. Там раз до свидания получал сегодня 50 тысяч, завтра получаешь 2 тысячи в неделю. Все. Там такое было. А я думаю, что, может быть, вот эта история с предложением Платини про фейер... Я вот тоже про это подумал. Да, финансовую... Платини тоже ведь намекает на то, что хорошо бы модель бизнеса взять из североамериканского спорта. Вот я к чему, собственно, и вел своими вопросами. Да, 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 я согласен. К этому ответу. Я думаю, Платини как умный человек, и как человек, который получил консультацию от финансистов и тех же европейцев, учитывая, что теми же английскими клубами Премьер Лиги... То есть большой бизнес там и американский. И американские деньги. Я уже говорил про это у Стэна Кронки. А много надписей «Янки Гоу Хоум» на многих стадионах. Да. Ну, они же там владельцами стали и Манчестер Юнайтед, и там и Ливер... Ну, вот я же говорил, Стэн Кронки, а вот он 50% по-моему акций лондонского арсенала принадлежат американскому миллиардеру Стэну Кронки, который является совладельцем и «Колорадо Виланши». Он с Усмановым, с нашим, с Алишером Усмановым. Да, 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 50 на 50. Так и есть. Контактирует. Ну, тут, я не знаю, все-таки уж слишком много. Ну, как, надо все перестроить. Усманова меньше, чем 50, но неважно. В Европе все-таки это невозможно. Тут им, конечно, везет. У них в рамках одной... Ну, не одной, а двух стран. А потом ты делал, получается, в той же английской премьер-лиге есть клубы, которые получают прибыль. То есть у них вообще этого не регламентировано. Вот ты крутись, как хочешь, если у тебя будет прибыль, молодец. Ну, как там Манчестер и Уинайта, да? Но есть же клубы, которые терпят убытки. Я же не говорю там про Реал и Барселону, которые там набрали большие кредиты и, в принципе, с трудом расплачиваются. В Северной Америке все регламентировано. Ведь это не только вопрос деления доходов. Это основной вопрос, который сейчас обсуждается. Но, кроме того, еще масса-масса вопросов, которые также обсуждаются. По количеству сроков подписания контрактов. Вот очень важное изменение. Причем вот интересно, я уже сказал, что многие, в основном-то владельцы, то есть подписывали генеральные менеджера, но, естественно, владельцы к этому имели, приложили, что называется, руку. Длительный-длительный контракт. Вот длительный контракт у Овечкина, у Ковальчука. Вот я уже говорил про вратаря Ди Пьетро, который совершенно не оправдал. Сейчас один из вариантов подписывать контракты максимум на пять лет. То есть это ошибки генеральных менеджеров и владельцев. И вот чтобы они себя сами обезопасили, они решили. Нет, вот чтобы мы так, что называется, ну просто человек получил серьезную травму и все. С ним подписан контракт на 15 лет. Помните Алексея Яшина, да? Да, да. Ну вот, а кто это ошибся? Это разве Алексей Яшин? Нет. Это владелец, который предложил вот этот господин Милбори. Он допустил эту ошибку, подписав длительный контракт. Тогда уже был этот Вонг, да? Да, 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 Чарльз Вонг. Ошибка с Яшиным, это такая эпохальная. Вот и смешно получается. Ребята, вы сами совершаете ошибки, а когда поняли, что сейчас как-то вот не очень хорошо, с игроков решили взять деньги. Я в данном случае ни в коем случае не хочу сказать, что вот такие ангелочки именно игроки. Они получают хорошие деньги. И я бы не стал даже вот сейчас как-то свою позицию определять, я там за владельцев или за игроков. Там не все так однозначно, на самом деле. Есть бизнес там. Ну, кстати, пять лет это ведь тоже немало. Потому что в футболе, когда заключается контракт на три года, это уже считается нормально. А пять лет это просто в футболе длительный контракт. Ну, просто в футболе там свои тонко. Другие условия, там этот контракт потом... А там вот это все. Вот если с тобой заключили контракт пять лет, получил ты травму или что-то с тобой случилось. Это гарантированно до центов. Все деньги будут выплачены. В североамериканской спорте только так. Например, я вот слышал такое мнение, читал, что, например, то, что сейчас затеяно, затеяно еще и для того, предположим, чтобы чуть-чуть очистить национальную хоккейную лигу от европейцев. Чтобы дать возможность больше молодым североамериканским игрокам, канадцам, американцам, коих талантливых в большом количестве, больше проявлять себя в национальной хоккейной лиге и закрепиться. То есть они считают, что ущемляют? Это лишь одно из мнений. Не надо к нему относиться, что так оно и есть. Не, ну а просто оно должно возникнуть на основе чего-то, если дело Дона Черри, который был возмущен огромным притоком европейцам еще в 90-е годы первой волны, оно живо, живее всех живее. Даешь олдскул. Даешь олдскул, даешь места в НХЛ нашим североамериканским парням. Это точно. Ну что же, впереди еще четвертая часть нашей беседы, после новостей продолжим. Итак, продолжается программа прессинг, близка она к завершению, но еще есть несколько минут, пообщаемся. В студии по-прежнему Олег Винокуров. И Валерий Винокуров. А также наш гости, коллега Сергей Федотов, спортивный обозреватель, комментатор, вы тоже можете присоединяться к нам по телефону в Москве, код Москвы 495, телефон 6510996, ну или через сайт финам.фм, задавать нам вопросы. Вопросов, конечно, множество, но, во-первых, мы рано или поздно должны уже про наших игроков поговорить, тем более, что они-то уж одни из самых высокооплачиваемых и там обладающих наиболее длинными продолжительными контрактами. Но еще меня такой вопрос интересует, там ведь есть же какая тема в этой хитрой НХЛ. Однажды был же такой локаут, который начался после Нового года, они там сыграли 48, что ли, матчей регулярного сезона, а ну потом это позволило им распределиться как-то и провести Кубок Стэнли. А Кубок Стэнли же хорош тем, что там же игроки бесплатно выступают. Да, да. То есть это для владельцев самая тема, ну чуть-чуть тут сыграть. Самая высокая прибыль получается как раз, вот если отдельно взятый матч взять как раз на матчах Кубка Стэнли, а контракты у игроков таковы, что они получают свои деньги именно за регулярную часть чемпионата, но не получают за Кубок Стэнли. Ну вот поэтому владельцам как раз выгодно сократить этот сезон. Абсолютно прав-то, Олег, абсолютно прав, действительно. То есть как бы не сокращали регулярный чемпионат, но Кубок Стэнли надо проводить, потому что это главные деньги. Да, ну правда не для всех, естественно, тут уже главный интерес еще для болельщиков. Ну хорошо, значит, про наших-то что мы можем сказать? Они же все время здесь дают интервью после каждого матча, ну тоже про свои зарплаты, про то, про сё, контракты у них. Если режут, то мы подумаем, на самом деле таких-то игроков двое, которые постоянно про это говорят, двое всего. Ну, Овечкина Ковальчук. Овечкина Ковальчук, вот просто кто-то задумался, а почему никогда не говорил про это Евгений Малкин? Вот да, вот у меня сразу возник вопрос. Потому что Евгений Малкин, я с Женей знаком, в 2009 году, когда он выиграл Кубок Стэнли, когда он был признан лучшим игроком, я общался. Он мне честно сказал, что к нему были предложения в стиле Радулова убежать. Предлагали, что называется, вот так, наличкой, чемоданчик, денег. Давай, Жень, к нам. Куда, не понял, убежать? В Россию. В Россию вернуться. Так. Женя. Женю полностью устраивает. Ему дико нравится играть в национальные хоккейные лиги. И при любом условии, ну как при любом, если там вдруг не скажут, что всё, половину у тебя забирают, Женя, конечно, поедет. Поэтому не дают такие интервью. Не дают такие интервью. А Овечкину и Ковальчуку не нравится, что ли там играть? Нет, ну просто тут люди разные. Дело в том, что и Ковальчука, и Овечкина такие контракты серьёзные, которые, ну например, вот на мой взгляд, да, те деньги, которые дали Александру Овечкину, если говорить про клубные достижения, про его игру, ну мне так кажется, это моя точка зрения, он не совсем отрабатывает. Например, в НХЛ, например, в прошлом году главным разочарованием профессионального спорта отдельного взятого города Вашингтон был признан Александр Овечкин. Ну это, конечно, такая лёгкая провокация со стороны Ковальчука и Овечкина. К тому же, ну я знаю просто в кулуарах, а несколько другие вещи говорят. Более своим близким знакомым. Но, например, того же Жени Малкина, отличный агент Геннадий Ушаков, который, ну просто даже не позволит Жене говорить такие вещи, не то, что не позволит, они вместе обсуждают многие. И когда закончится локаут, а он закончится, я думаю, уже вот просто, может быть, через несколько часов, то есть время на часы, все они, и Ковальчук, и Овечкин, все НХЛовцы отправятся обратно за океан. Серёжа, вот я откровенно признаюсь, что от хоккея как бы сейчас далёк. Вернее, не как бы, а именно далёк от хоккея. Без бы. А? Без бы. Да, да. Но, но, и то знаю, что они здесь, в частности, Овечкин и Ковальчук, уж коль про них шла речь, и дать суп, получают, с моей точки зрения, сумасшедшие деньги. Даже если в сравнении с футболом. Ну, здесь регламентировано, КХЛ, естественно, приняла сразу поправку, как был объявлен локаут, и стало понятно, что сейчас клубы начнут привлекать. Здесь, по-моему... 65% от их действующих контрактов в НХЛ. Да, не больше 65% от их контрактов в НХЛ. То есть это значит, что контракты в НХЛ настолько больше футбольных? В среднем, в среднем, я имею в виду. Ну, я думаю, да. Да, я думаю, что в среднем больше они. Конечно. Но дело в том, что просто все эти игроки еще и получают деньги по бонусам, так называемым. Ну, кстати, то предложение, которое сейчас существует в той же Национальной хоккейной лиге, вот лига разрабатывает, что, предположим, бонусные деньги, которые раньше не учитывались в потолке зарплаты. То есть вот там какая система. Вот если игрок забьет такое количество шайб, команда пойдет плов, и он там, то ему будет выплачен бонус. Вот классический пример, то есть вот реальный пример. Молодой швейцарский голкипер, нападающий Нидди Райтер, который играет за Нью-Йорк Айлендерс, у него 900 тысяч. Контракт новичка, стандарты. По бонусам он мог получить 2 миллиона. Если бы он выполнил те условия, то есть забросил такое количество шайб, он получил бы еще плюс 2 миллиона. И эти бы деньги в потолок зарплат пошли бы в следующем сезоне. Так вот, Бэтмен предлагает, что все эти бонусные деньги выполнил, не выполнил, учитывать в потолке зарплат. В новом коллективном соглашении. И еще одно предложение, которое, на мой взгляд, революционное. Если владелец не хочет тратить денег, вот так называемый пол, то есть минимум, который должен обязательно он потратить на хоккейную команду, то пол отменяется, трать сколько хочешь, но распределение общего дохода, если ты не добрался платежки до вот этого пола, ты не участвуешь. Пол это нижняя граница. Нижняя, да. Он последний, последний сезон был 43 миллиона. Сейчас предлагают они этот пол убрать, то есть максимум оставить, а пол убрать. Хоть может быть и совсем. Набери себе студентов, которые бесплатно будут играть. Да, если ты не хочешь тратить деньги на хоккейный клуб, ну все. Фонг обрадуется по-страшному. В бейсболе существует великолепное правило. Вот там Нью-Йорк Янкис тратит почти миллиарды на зарплату, ну миллионы, очень много. И они, когда подводят итоги сезона общие прибыли, вот от количества потраченных денег на зарплаты игроков Нью-Йорк Янкис получает и больше от доли прибыли. Условно там Окленд или там Хьюстон, которые пять раз меньше тратят, получает от общей прибыли в пять раз меньше. Игроки же и говорили, вы сами там разберитесь, владельцы. То есть вот те, которые теряют деньги, вы сами разберитесь. Не за счет нас, это ваш бизнес. Вы и разберитесь, как вы будете делить доходы. Поскольку к нашим людям, задействованным в североамериканском спорте, мы относимся с особой теплотой, я вот все думаю, если вдруг в баскетболе локаут начнется или возникнет, и какая же там позиция будет, например, Михаила Прохорова, как у Вонга или наоборот, как у Крамки или кого там? Да, Крамки такой же, как и он. Нет, есть владельцы, которые действительно хотят, которые получают хорошие деньги, которым все устраивают. Я думаю, для Прохорова, тем более локаут был в НБИ не так давно. Ну и он что, участвовал в этом всем? Или я просто не стыдил? Насколько я знаю, как-то вот мнение Прохорова нигде вот даже не возникнет. Наверное, он ходит в ту категорию, которая мало интересуется этим делом. Ну, как бы это для него такая приятная игрушка, это не повод о чем-то говорить, заявлять. К тому же владельцев неамериканцев почти нет. Но объективно говоря, он пользу принес. Ну, насколько я знаю, там какой-то дворец построил в этом... В Бруклине, да. Просто... И через 4 года как раз команда Нью-Йорк Айлендерс переедет вот в этот новый дворец в Бруклине. То есть, вот почему мне иногда, я сказал так, с особой теплотой мы относимся, но иногда и обидно, что он очень хорошо поспособствовал прогрессу... Американского спорта? Да. Баскетбола. Ну, хорошо, но дворец это же все-таки немало. Другие люди способствуют прогрессу во всем и везде. Да у нас. Кроме, может быть, России. Вот именно, да. Вот здесь я соглашусь. Да, вот это мне и обидно. Другое дело, что вот, например, не так давно было большое интервью Вячеслава Фетисова, который сказал, вот сейчас бы миллиардик найти, мы бы хоккейный мир перевернули. То есть, просто, ну, условно, найти огромные деньги для того, чтобы вот российские главные звезды играли здесь. Я когда слышу такие вещи... А что его искать? Вон он в земле выкачивает. Олег, если честно, я понимаю эти шутки, но вот я гражданин этой страны, да, я 10 лет живу в Москве, не могу себе вот просто реально купить квартиры. Я бы тоже нашел, как и ты, нашел бы применение этого миллиарда получше. Я не могу слушать такие вещи, найти миллиард, чтобы переманять те звезды. Неужели у нас нету проблем? У нас ворох проблем. А вот надо найти, кажется, миллиардик на наших игроков. Нет, но тут дело в том, что это же и для спорта было бы вредно. Ведь сейчас прелесть-то спорта в этой интеграции, если все бы играли только здесь, но когда-то было это, это же была в каком-то смысле изоляция. Сейчас вот интеграция спортивная способствует прогрессу. Я согласен. И футбол, и хоккей, и баскетбол. С другой стороны, вот я совершенно согласен своим коллегой и другом Александром Ткачевым, который вот на одном сайте высказал свое мнение по поводу локаута относительно игроков. Раньше игроки, вот вспомните, да, в советские времена те же хоккеисты, они тоже, как и канадцы той старой олдскульной НХЛ, были своими парнями. Они, что называется, вот были из народа, они получали, естественно, больше, ну, не чуть больше, существенно, больше, но сопоставимо. Сейчас это люди другой категории. Они совершенно, в принципе, оторваны от народа, и поэтому отношения болельщиков той же в Северной Америке у канадцев нету такого. Мы за профсоюз, и они просто хотят хоккей. Они раздражены как действиями владельцев, так и действиями профсоюза игроков. Они хотят видеть эту игру. Я хочу. Я мечтаю, чтобы быстрее локаут закончился. И я мечтаю, чтобы родной Колорадо всех крушил. Какие-то вопросы ты обещал. Хорошо, давай уже в завершение, поскольку осталось совсем немного времени. Блиц. Нет, давай попытаемся просто ответить на, собственно, вопрос, который мы так, ну, совершенно условно задали в качестве темы. Вот локаут. Игры заскучавших миллионеров или инструмент развития бизнеса. Вот локаут закончится. Сегодня, завтра, послезавтра, когда-нибудь закончится. Что потом? Это в долгой перспективе. Это какая-то польза для развития спорта. Или, ну, так, ну, они что-то пошумели, там, свара такая была, и все забыли. Или это действительно каждый такой локаут, каждое вот такое обсуждение, ну, способствует какому-то развитию этого выдающегося спортивного бизнеса американского? Способствует. Мой вариант, это действительно инструмент, который помогает бизнесу развиваться. Бизнесу спортивному. Возникает какой-то ряд проблем с помощью локаута. Эти проблемы решаются. Я считаю, что это инструмент, в принципе, работающий. Единственное, что лично меня раздражает, многих болельщиков. Ребят, вы хоть пореже вот этим инструментом пользуетесь. Потому что страдаем в итоге мы, те, кто любит искренне эту игру. Это другое дело. Но, значит, все-таки польза есть, оптимизация. Это не игры, условно говоря, зажравшихся миллионеров. Нет, я не считаю так. Я начинал заскучавшихся, чтобы не обижать их совсем. Заскучавших миллионеров. Они нас не слышат. Ну, отлично. В принципе, естественно, задавая этот вопрос, мы примерно подозревали, какой должен быть ответ. Ну, спасибо. Друзья, это была программа «Прессинг». Вели ее Олег Винокуров. И Валерий Винокуров. А в гостях у нас был Сергей Федотов, наш коллега спортивной обозреватель. Спасибо, счастливо всем.